добрый день стрельцы это торопрогноз для вас на декабрь 2023 года итак что ждет стрельцов в декабре во всех сферах жизни я как обычно достаю шесть карт потому что это соответствует шести осям зодиакального астрологического круга вы находитесь на канале татьяна мин красота таро на моем канале я хочу сказать вам огромное спасибо за подписку за лайки и за ваши прекрасные комментарии с благодарностями мне это очень очень приятно и поддерживает меня потому что я очень рада делать расклады для вас и всегда желаю вам всего самого лучшего чтобы только самое лучшее забывалось всегда в моих раскладах и ваша жизнь таким образом улучшалась итак первая карта для стрельцов это шестерка жезлов что-то очень быстро начнет продвигаться в вашей жизни вы как будто бы почувствуете новый импульс вы видите здесь девушку буквально подталкивают буквально выталкивают ее чтобы она не сидела а встала наконец-то и начала действовать да также у вас будет прилив сил энергии бодрости время стрельцов это ваши дни рождения поэтому вам обязательно нужно быть активными праздновать будут прекрасные аспекты в гороскопе и я думаю что очень очень многие стрельцы продвинут какие-то свои идеи желания может быть даже что-то новое начнут очень благоприятный месяц для начинания что-то нового в декабре для стрельцов ну и вообще для многих знаков а здесь у нас личная жизнь партнерские отношения да тоже может быть вы почувствуете какой-то новый импульс новый виток ваших отношениях вы поймете что вы хотите встретиться знакомиться с кем-то да и либо может быть это ваш партнер как-то даст вам новый толчок к тому чтобы вы продолжали действовать финансы что в финансах здесь у нас принцесса кубков принцесса кубков но это такая не самая деятельная карта скорее всего вы будете много думать куда вам вложить деньги или где взять может быть у вас будет работа связана с каким-то творчеством может быть вам придется заниматься какими-то творческими делами на работе много договариваться много встречаться с партнерами обговаривать какие-то дела даже может быть выпивка за столе какое-то может быть и но это как-то все равно повлияет на ваш уровень доходов здесь вам нужно успокоиться и пустить вот эту какую-то энергию денежную свою жизнь потому что кубки это интуиция это спокойствие приятное какое-то время вместе и также еще этот сектор кстати отвечает за сектор интимной жизни поэтому здесь скорее всего вам стрельцы будут оказывать партнеры ваши интимные партнеры и может быть даже с другом у вас остается какой-то интимная беседа по душам что тоже повлияет на вашу самооценку на качество вашей жизни в целом на то как вы тратите деньги кстати по принцессе кубков вы можете тратить деньги очень эмоционально на какие-то такие вещи но не слишком не 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 так как тратить деньги телец например да на какие-то конкретные приобретения которые будут надолго вашей жизни здесь нет и скорее всего это еда какие-то мероприятия может быть массаж салоны красоты что-то что заставит вас чувствовать себя лучше это могут быть какие-то поездки путешествия эзотерика да может быть обращаться кому-то либо сами займетесь дает за зритель какой-то практикой и это все вас вдохновляет на новые дела третий девятый сектор общения здесь карта сила но здесь вы можете общаться с людьми с позиции силы что вы правы вы будете продвигать какую-то свою линию поведения и несколько эгоистично потому что тигр все-таки это такое эгоистичное животное и часто если ему что-то не нравится да то он сразу начинает нападать но также и это плюс потому что вы здесь как бы четко видите добычу вы достаточно сильны чтобы защищать себя может быть в суде либо с вашими там оппонентами какими-то другими карта сила в третий девятом доме это вообще большие возможности это ваш сектор да и поэтому здесь если вы хотите ехать за границу переезжать покупать какой-то новый транспорт какие-то вести переговоры сложные с далекие или с какими-то людьми вышестоящими здесь вам это удастся все что связано с обучением изучением блогерство может быть какое-то может быть вы почувствуете насколько сильна ваша мысль сила вашего слова это такая карта еще вот действительно солнце даже нарисовано чем-то напоминает карту солнца вообще поэтому скорее всего что-то будет где вы будете на виду может быть какая-то ваша публикация книга выступление заставит людей обратить на вас внимание и понять что с вами нельзя шутить да потому что вы очень серьезно настроены по какому-то делу по какому-то вопросу но также не хочу предупредить что если вы ну вступаете переговоры какие-то отношения если для вас эта тема актуальна то и ваши партнеры тоже могут быть такие же сильные да потому что это может быть какой-то человек который повлияет на вас либо это какое-то философское учение которое может повлиять на вас ну и противостоять вам да то есть держать ответ перед вами для кого это актуально но это все равно это благоприятная карта и она дает вам большие возможности в этом секторе вам даже стоит наверное обратить внимание на ваш 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 метод общения если вам предлагают может быть какую-то поездку или вы давно хотели что-то сделать связанное с далекими странами с иностранными партнерами то здесь скорее всего вы сможете как-то продвинуть ваши дела в этом направлении тройка мечей здесь такое впечатление что если вы заинтересованы в работе в каком-то продвижении то вам мешает какой-то третий человек да или например на эту должность берут не вас а кого-то еще и вы расстраиваетесь либо вы понимаете что у вас невысокие шансы допустим получить то место там или тот проект на который вы рассчитывали его что-то может вас огорчить по этому поводу интересно будут ли у нас здесь еще мечевые карты это туз пентаклей моя любимая карта и посмотрите что здесь получается маг интересно но здесь во первых туз пентаклей и вместе с карты сила да это большая какая-то социальная активность вы будете на виду где действительно вы можете выиграть какой-то конкурс успешно провести какую-то рекламную акцию компанию успешно открыть новый бизнес и вообще продвинуть исполнится какое-то ваше желание заветное дети вас будут радовать это может быть какие-то новые успехи в жизни вашего ребенка может быть даже беременность у кого-то потому что здесь у нас выходит карта маг и карта маг это такая карта мы ее будем читать совместно с этой картой потому что это кубки а это двенадцатый сектор здесь такое впечатление что у многих стрельцов за ваше спино в декабре разыгрывается какая-то целая драма этом это может быть связано с деньгами с финансами что-то происходит ну либо это вы такой человек маг да который скрывает свои помыслы то как вы хотите например там вести свои дела работу как вы хотите вложить свои деньги ваши дальнейшие планы да на какие-то доходы расходы вы можете скрывать и но четко идти к своей цели да потому что маг всегда знает естественно что ему нужно сделать и в руках держит все либо это кто-то другой это другой человек который может входить в ваше доверие пользоваться вашим доверием давя на вашу самооценку например чрезмерно вас хваля либо наоборот говоря что что вы недостойны недостойно там что-то каких-то заслуг но при этом за вашей спиной очень серьезно манипулировать но у вас есть возможность у вас есть какие-то ангелы хранители защитники и вот эта тайна какая-то определенное введение ваших дел особенно связано с финансовыми да вопросами может помочь вам удержать вот эту ситуацию своих руках относительно партнерских отношений еще хотела сказать здесь у нас я говорила что выходила шестерка жезлов и тройка мечей вышла да если вы например ждали какое-то событие которое меняет ваш статус здесь дела продвинуться но не так но не до конца что ли вы может быть начнете какую-то какой-то процесс связанный с браком заключением с договором какого-то может брачного договора либо ваш ваши партнерские отношения получат какое-то до развития но не такое быстрое то есть все таки тройка тройка мечей это некоторые препятствия скажем так на пути в достижении ваших целей и если вы работаете с партнерами да или как-то может быть от вашего супруга супруге зависит ваше дальнейшее продвижение то тут тоже будут какие-то возникать возможно препятствия еще в декабре но не такого серьезного характера в целом месяц у вас очень интересный потому что один туз пентакли вы чего стоит вам стоит быть на беду вам стоит как-то делиться своими успехами в том плане что с профессиональной точки зрения да либо может быть сама судьба вас вы видит как-то на какой-то конкурс вы займете первое место и вы этого не сможете скрывать но относительно денег я бы посоветовала стрельцам быть осторожными да потому что здесь за вашей спиной могут быть какие-то дела которых вы не знаете этому это не обязательно могут быть люди конечно это может быть какая-то государственная ситуация какие-то обстоятельства но чаще по карте маг конечно это человек мужчина или женщина в этой колоде ведь например женщина какой совет даст колода символом для стрельцов на декабрь 2023 года ух ты ну во первых здесь вышла карта партнерства да то есть все таки стрельцы будут опираться на своего партнера либо вы познакомитесь с кем-то очень интересным и этот человек может вам действительно подойти то есть много у вас будет совпадений потому что венера веса и вообще как эта карта здесь оформлена да говорит о том что вы как будто бы родственную душу встретите свою и по тузу пентакли я могу сказать что это может быть ваше желание вашей любовной жизни может быть вы просто проведете так время где вы давно мечтали в отпуске в какой-то поездке или какое-то будет мероприятие даже свадьба и либо на каком-то мероприятии вы встретите какого-то интересного мужчину женщину и вы будете думать что вам повезло что это удача что вы встретились действительно может быть так может быть уже с вашим партнером который у вас есть у вас будет прекрасное время вы сможете как-то вот опираться друг на друга но здесь выходит такая карта наказания да и здесь вы вините себя за что-то сами себя наказываете кстати обратите внимание вот на этой карте здесь висит картина которая в общем-то повторяет вот эту карту тройку мечей то есть такое впечатление что вы наказываете себя за какие-то вопросы личной жизни то есть что-то вы обижаетесь может быть на партнера либо вы вините себя за то что вы может быть были чересчур расчетливым может быть упустили какой-то свой шанс в жизни либо чрезмерно ревновали кого-то здесь все-таки у нас луна в скорпионе либо какие-то третьи обстоятельства вообще не связаны с другими людьми вмешиваются вашу жизнь и вы не можете быть вместе по каким-то причинам вот это может вас огорчать но такое впечатление что любимый человек вас есть он вам предан ждет вас либо какой-то ваш партнер по работе это хороший союз да то есть это как любовь так и в целом партнерства но какие-то препятствия здесь могут быть у стрельцов может быть вы напишите в комментариях что здесь такое я знаю некоторые стрельцы которые не могут дождаться визу и это конечно очень напрягает да когда вы не можете встретить своего любимого человека но вот такой расклад еще раз днем рождения стрельцы желаю вам счастья удачи наступает ваш новый солярный год самое лучшее из моего расклада у вас обязательно сбудется все плохое оставьте это был общий расклад для всех стрельцов то если вы желаете чтобы я разложила карты конкретно для вас то пишите мне я всегда рада ответить вам на все ваши вопросы татьяна мин красота таром всем пока